Доброго времени суток, дорогие дамы и господа! С вами на связи команда iTuber, меня зовут Игорь Порох и сегодня у нас с вами снова обзор монет и разберем несколько монет, построим торговую идею, что мы будем предполагать в будущем. Сегодня у нас капитализация 136 миллиардов, от вчерашнего дня практически ничего не изменилось, биткоин практически топчется на месте, как будто бы или набирает силу для роста, или набирает силу для коррекции. Будем наблюдать, что будет быстрее. Я вчера говорил, что если вдруг биткоин не закрепится выше 4000 долларов, то я еще пока буду держать идею на коррекцию. В принципе, мы видим, вчера закрылась позиция у нас по цене 3892 доллара. Очень близко были до закрытия ниже 50 скользящих, немножечко откупили. Это имеет очень важное значение, если 50 скользящих пробьем, то предположительно цена все-таки пойдет вниз. И она будет идти до цены 2700 долларов-3000 долларов, где хороший уровень коррекции. Было бы неплохо ему проторговаться еще хотя бы пару дней, недельку после такого роста. Поэтому пока что, пока что я еще смотрю его вниз. Пока он еще не закрепился выше 4000. Если же он закрепится сегодня выше 4000, и следующие два дня будет закрепляться выше этого уровня, то тогда будем предполагать, что коррекции как будто бы и не было. Далее, монеты по вашим заявкам, которые вы просите рассмотреть. Здесь я сделал еще несколько таких вот интересных идей. Подумал, да. Держится такой вот восходящий тренд. Монеты Litecoin dollar после коррекции, такая вот мощная коррекция была практически до 30 долларов корректировался актив. Сейчас идет по восходящему тренду, пробивает уровень сопротивления 55 долларов и будет расти до своих хайов 92 доллара, 150 долларов и так далее. Очень хороший такой вот момент. Здесь полностью как будто бы в пресс его загоняют. Да, восходящий тренд, линия сопротивления. Предположительно, смотрю на пробой. Да, я бы здесь частично можно закупаться и до закупиться по 56 долларов с таргетом на 84 и 100 долларов по монете Litecoin dollar. Дальше. Просили рассмотреть монету ARK BTC. После сильного мощного роста хорошо корректировался. Сейчас на уровне 50% держится. Если не удержит монета ARK BTC, район 50-60 центов может пойти до уровня поддержки. Поддержка у него по уровню 50 тысяч сатоши, что маловероятно. Я думаю, он здесь поскачет, попрыгает и потом будет разворачиваться, продолжать свое движение. Фундаменталка у него очень хороша. По техническому анализу он смотрится тоже очень хорошо. Поэтому сил, конечно, набрался достаточно прилично. Может расти и дальше. Выводы. Смотрим следующие несколько дней, чтобы образовалась минимум 5-дневная конструкция для понимания, или будем расти, или будем корректироваться дальше. Следующая монета Golem. Golem очень перспективно выглядит. Отработал такое впечатление, что отработал уровень поддержки. Свой 5400 сатоши. Подходит к верху, подходит к 21 скользящему. Я бы заходил по цене 8000 сатоши. 8000 сатоши будет такая вот хорошая безопасная точка входа. Здесь будет соприкасаться такой вот уровень поддержка террасопротивления 50 скользящих. Это безопасная точка входа будет по монете Golem Bitcoin. Ну а цели здесь у него будут в районе 26000 сатоши. Монета XM перспективно выглядит. В таком вот треугольнике бегает, ходит, подходит к какому-то выяснению отношений. Поддержка по уровню 4800. Подходим к треугольнику. Пробой треугольника даст нам потенциал роста до 10000 сатоши. То есть если мы пробьем, я даже скажу точное место, которое было бы хорошее для пробоя этого треугольника. Если мы пробьем треугольник в районе 6500 сатошей, наша цель будет 10000 сатошей. Это вот так вот, чтобы было прям точно. А то вы иногда просите точные места и цены для входа. Вот я стараюсь максимально точно вам их озвучивать. И под завершение сегодняшнего обзора монета Monero Bitcoin очень сколыхнул рынок. Прям сильно сколыхнул. Да, с 40 долларов до 140 буквально за неделю. Очень круто показал себя Monero. После сильного роста коррекции мы держимся в районе 38%. Я отметил очень важный уровень, который сейчас будет корректироваться. То есть мы, возможно, можем просесть до уровня 0.022. До этого уровня максимально можем просесть. Это была бы неплохая коррекция 50%. После такого роста это хорошее. Но если мы не просядем ниже этого уровня, то, скорее всего, Monero будет продолжать движение. Ответом для нас будет минимум 5-дневная проторговка выше этого уровня для того, чтобы продолжить просто наше движение. Максимально точно, без воды постарался вам объяснить уровни цены, поддержки. Пересмотрите видео несколько раз, если вам будет интересно. Ставьте лайки, подписывайтесь. Комментарии, пожалуйста, буду очень рад. И всех жду на своем обучении. Ссылка в описании будет по нашему обучению дальше уже под этим видео. Всем пока, всем больших профитов и прибыльных сделок.